Важность игры, а также то, что она стала для крыльев пятой за 16 дней, наложили отпечаток на действия самарских футболистов. Гости из Красноярска в первом тайме были свежи, атаковали смелее и разнообразнее, чем хозяева поля. Евгению Конюхову не раз пришлось спасать ворота от неминуемого гола. Во-первых, 35 минут мы действовали очень агрессивно, очень высоко встречали соперника, вообще ничего не дали создаться. После перерыва Андрей Тихонов немного перестроил игру команды и самарцы стали гораздо увереннее, заработала атака. На 52-й минуте Александр Соболев подтвердил, что он нападающий высокого класса и для гола ему нужен всего лишь один момент. Он откликнулся на длинный пас Тараса Бурлака и открыл счет. Обычно не бывает в голевых моментах, когда люди борются за определенные места. Поэтому один момент может решить все и один момент как раз все решил. На 72-й минуте случился эпизод, во многом ставший решающим для исхода встречи. Защитник Енисей Жиров слишком высоко поднял ногу в борьбе за мяч и попал по лицу Соболева. Красная карточка и гости остались в меньшинстве. После этого красноярцы затеяли финальный штурм и в одном моменте были близки к голу, но пробить Конюхова так и не смогли. Крылья Советов довели матч до необходимой победы. 1-0. Я очень рад и поздравляю наших болельщиков, наших футболистов. То, что мы настраивались, то, что мы хотели, мы сделали. Да, может быть, игра не смотрелась со стороны, но у нас слишком было огромное желание отсюда, простые потери. Интрига в первенстве после победы Крыльев Советов и ничьи Оренбурга в матче с Шинником закрутилась с новой силой. Теперь Енисей и Оренбург делят лидерство в таблице. У них по 71 очку. На одно меньше у самарцев. И теперь в оставшихся пяти турах любая ошибка может стать фатальной в борьбе за первые места, дающей право прямого выхода в российскую премьер-лигу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!